Девочки и мальчики, привет всем! Посмотрите, кто у меня на экране! Привет! Леночка пришла в гости. Лена у нас приехала с дальнего путешествия по всему миру, она все исколесила. Она у нас ездила везде по Европе и вам рассказывает у себя на канале. Я к ней пришла ее навестить, кофейку попить, как говорится. Наконец-то, дождалась. Ой, у тебя лоббитери показывает, все, не снимает. Нет, снимает, снимает. Короче говоря, сейчас о чем-нибудь поболтаем с Леной, я не знаю. Тем много, но когда много тем, слишком много тем, уже не знаешь, о чем болтать, потому что, во-первых, не виделись уже давно, давно не болтали, и потом глава пухнет и уже не знаешь, с чего начать. Надо с чего-то начать. Жалко, что нет ни прямой эфир, потому что нас как бы навели на тему, а так... Да, ну ничего, так поснимаем. Васеньку у нее погладила, сидел сейчас на столе, лежал. Пока ты там ходила, я его снимала. Сейчас он переместился. Да, переместился. Можешь ему еще чуть-чуть показать? Ну, пойдем куда-нибудь присянем с ним. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, девочки и мальчики, посмотрите, где мы находимся. У нас красивые тарелки. Где мы находимся? У Лены, я уже сказала. Я имею в виду на кухне у Лены, да? Лена, что это такое? Что за безобразие ты поставила? Что за безобразие это такое? Вот это, что за безобразие? Так, чаек. Как называется? А, это, знаешь, не всегда бывает. Мне очень нравится вот этот тортик, да? И он вот в такой вот коробочке я им купила в Trader Joe's. А ты мне снимаешь, это отсюда, да, уже? Да, да. Слушай, она с телефона бегает, и я не знаю, куда поворачивать. Вот, Trader Joe's называется «Макарон о фрамбуазе». Ого! Это макарон, торт на основе, как делается пирожные макароны французские, такая же основа. Миндальная. Ой, 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 ой. Чего? Будем попробовать. Вот, и с фрамбуаза-то, господи, ну-ка. Она все время очередно кормит или что-нибудь приготовит интересное. Малина. Куспе, забыл название по-русски. То есть тесто для макаронов с малиной очень вкусное. Вот. И я даже сама уже не готовлю, потому что это настолько вкусно. Вообще, я магазины не люблю вещи, ты знаешь, я люблю сама все готовить. Ну, вот это вот исключение. Одно из немногих исключений, когда десерт действительно настолько хорош, что не нужно даже самой готовить. Хочется вот так показать как-то на свет, что ли. Когда она пришла, она еще не съела. Это вкуснятина. Да. У Лены всякие чаи. Сейчас будем декутировать. Так, чаи, как его. Зеленый есть. Так. Green tea. Да? Есть rose, hip, hibiscus and cherry. Да? Да? Не дай бог мне вспомнить, как это будет на русском, кроме вишни, rose, hip. О, hibiscus это? Ну, hibiscus это шиповник. Какой хibiscus? Нет, шиповник. Да? Нет, hibiscus, rose, hip, это шиповник. Hibiscus это вот эти цветы. Да, вот это вот, hibiscus. Это на русском hibiscus. А rose, hip, это, по-моему, шиповник, если я не ошибаюсь. Ну, шиповник точно не знаю. Ну, знатоки нас, конечно же, поправит, но я так думаю, что это вот это шиповник. Может быть. А это вот опять базилюр, чай, blackcurrant с черной смородиной и blackberry. А blackberry нас тут как? Ежевика. Да. Черная смородина с ежевикой. А еще? А вот еще? И еще черная смородина просто. Blackcurrant, да. Да, черная смородина. Вот это мне очень нравится, потому что это Ахмат, и мне нравится этот бренд Ахмат. Вот, и это тоже, кстати, это Ахмат. Классно. Короче, мы с тобой сейчас будем на канале устраивать мукбанк, я так понимаю. Ты знаешь, что такое мукбанк? Знаю. Да. Видишь как? Мукбанк, знаю? Я не люблю мукбанки смотреть. Ну, извините, нас не любишь, не любишь, а получается мукбанк. Ну, наверное, Павлович, постараемся не чавкать, да? Или надо чавкать, чтобы мукбанк был хороший, надо чавкать. Ну, если хороший, надо причмокивать. Надо со смаком, знаете, причмокивать. Причмокивать, да, и говорить. А ты знаешь, ты этого блогера смотрела, как-то случайно. Вот он мукбанки любит, у него целый много-много мукбанков. Как его зовут-то? Антон Эс. Антон, да. Он хорошее дело, кстати. Да, он такой в париках всегда такой. Да, да, у него очень красивые зубы. Да, 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 да. И он, когда крашеный, он как-то в женской ипостаси он выглядит лучше, чем в мужской ипостаси. Ну, наверное, да. Потому что я так его не смотрю, но иногда мне предлагается, и я его посматриваю. И вот у него тогда такие красивые парики вообще. Я ещё заметила, что он настолько уже забывает русский, что он с английского переводит уже до русский. Ну, или там с какого-то языка, который он говорит. И у него получается очень пикантно. Когда он говорит на русском, мне очень нравится. Ну, мне кажется, он не забывает. И вот у меня тоже это происходит. И у тебя, наверное, это тоже происходит. Ну, он пишет, здравствуйте, добро пожаловать обратно на мой канал. Он всегда вот так начинает. Понимаешь? Как back to my channel. А, back to my channel. А он говорит, добро пожаловать обратно на мой канал. Он цело так говорит. То есть я понимаю, он переводит с английского. Но ты тоже. Но ты тоже, на самом деле. И я тоже. Мы очень часто говорим уже вот этими англицинами в речи, которые мы английскую грамматику перевносим в русский язык. И мы этого не замечаем. Например, часто вот мы говорим, вы будете удивлены. Вместо того, чтобы вы удивитесь, you will be surprised. Мы переводим это. Я часто говорю, вы будете иметь хорошее время. Это вообще, это вообще, это вообще жизнь, да? Вы будете иметь хорошее время. You will have a good time, да. You will have a good time. То есть буквально перевели. А как правильно сказать? Вы получите удовольствие. Вы получите удовольствие. Даже не получим. Даже получите удовольствие тоже неправильно. А как вот будете хорошее время? У вас будет хорошее время. Вы прекрасно проведете время. Да. Проведете время, да. А вы будете иметь хорошее время. Мы разобрались. так если захочешь еще начнем все на телефоне очень хорошо покажем они очень хорошо смотрятся посмотрите малинка она не сухая она такая живая малинка потому что сбоку она немножко подсохла как-то так сделано да просто просто же это как мороженое но она как свежий так ночью банк леночка наташа хорошо как зеркало смотришь как хорошо у нас по чашечке красивый чая кстати чая пахнет сейчас запаху вообще это базилюр с черной смородиной не базилир это бренд ахмат с тобой пьем а базилюр это другая банка это драйк ахмат это ахмат ты мне показывал ахмат с черным было ахмат ахмати пахнет вкусно вот зачем нравится до встречи чем не знаю я как в этом что где когда рекламирует пусть не ахмат денег пришли там это кто если агента ахмада смотрят пожалуйста что-то кто-то кто это хватает даже не знаю нет ахмат это какой-то английский бренд по-моему ахмат а почему логика потому что что вы когда они все время рекламируют чайная пауза правда они останавливают они газа на таки чайная пауза выходить знатоки и они приносят и говорят ахмати вот а я люблю просто естественно еще до того как знатоки стали его рекламировать и я его всегда этот чай любил и предпочитала вообще они используют качественные сорта чай чуть не как реклам получается они используют очень качественные сорта чая не вот это вот остаточную крошка вот действительно чай пахнет и добавки у них вот мы пьем с черной самородиной вот мне нравится или мне нравится этот ахмат с этим бергамотом да и кому страны и вот именно а такой запах чистый бергамот и или вот мы пьем с тобой вот скажи черная смородина она не артифишал не искусственный вкус а вот как черный смородина как будто смородиновый лист пожили с морозе нашего зла же морозе на мусиле мальчика ой как вкусно ну что давай леночка мы подразним всех но ты я-то ела ты пробуй ты пробуй мне скажи свое мнение за вас девочки мой банк идет извините хотя я чувствую кислинку вот этой вот к сладкую кислинку малины сверху как безе но очень нежную безо я не знаю что у тебя макарон это мягкое безе это вот как макароны вот если кто-то пробовал вот эти французские французские печеньки макароны они называются они делаются из смеси как бы взбитые безе с на основе миндального теста миндальной муки то есть миндальная мука вбивается в безе и выпекать вот эти макароны то есть это не просто безе а вот это вот именно без и тесто под макароны то есть она миндальная безе и она мягкая то есть она такой чуи боже чуи и жевательное такое жевательное такое легкое-легкое воздушное просто и она воздушная вот действительно как макарон такой хороший. Но это не только безе. Там же внутри еще крем. Там же еще внутри такой крем, как взбитые сливки. Но это не совсем взбитые сливки, да? Но крем, как будто бы это мая, он не масляный. Он не масляный. И он не такой невязкий, как вот эти вот сливки. А вот именно как сливки, такие взбитые. Может быть, больше как взбитый крем фреш с ягодами вот эти ягоды малины они прям такие сладко кисленькие очень вкусно на самом деле вообще вот это вот она убивает приторный приторность он и так не приторно такой очень воздушный суши зря я все это рекламирую части побегут трейдер джун и скупит она редко бывает и скупит и мне пока никогда не купить это что-то купила только один потому что я пришла один раз и купила там осталось 2 и купил свежая малина свежая они как замороженные продаются то есть они про замороженные продаются просто в комнатной температуре или там на ночь в холодильник поставил они она размораживается и получается свежий как свежие приготовленный десерт то есть вот из полуфабрикатов вот бывает такое что полуфабрикат он даст фуру свежим десерта он за мороженое то есть ты его не достала я сказала что один уже сожрала если мы не слышали потому что у меня был но не за один присъезд то есть я три дня это не я а я решила может быть мне надо такие плохие слова употреблять почему потому что я подумала что может быть я очень скучная скучная надо уже нам пора быть фриками потому что мне сегодня сказали на прямом эфире ты не фрик и у тебя не столько просмотров а нет ну и до фриков нет но я так подумал что меня не считаю слишком правильно делать вот так так о чем я уже сбил сбила смысле смысле сбила ну ты про тортик ты его рекламировала а что я съела что я съела один и вот это вот ты сказал что придешь я его буквально за два часа до твоего прихода я достал из морозилки просто комнатной температуре вот он совершенно идеальный десерт то есть он готов он не замороженный классно очень вкусно знаешь что я хочу сказать спросить у тебя ты расскажи хоть нам ты ездила путешествие ты где была у нас во франции я за что-то было в москве это вообще был секрет я хотела продержать этот секрет до до следующего выпуска ну ладно ну ты же я не показываешь там где ну ладно а еще где-то было нет ну все мы ездили а ну в бельгию то есть а и в англии что ты на это правило мне хочется знать ничего но что-нибудь покажи ну я только зашла галерею фоэта я купила это десегуай там был сын я купил штаны и взгляд что интересно но они не не говорили сейчас это название лошадь я же его не знала это название я тут ходила в мол самый дорогой один я мерила костюм допустим за три тысячи долларов помнишь мы с тобой ходили вот туда и там была одежда лафайет я не знала даже как его произнести я говорю лафайетте или что это и потом я знала мне написать что во франции есть галерея целая вот это лафайет ну даешь всегда ну во франции это чей это цепь магазин короче не слышала никого этого названия мы мерила одежду и только как у нас ним и маркус или как у нас вот блуминдейл или как у нас вот это вот сакси в савеню а у них галерея фанет то есть там это просто огромный магазин это самое и там на одном уровне там например духи на другом уровне обувь на третьем уровне одежду на четвертом уровне одежда может быть более такой каскадь подешевле на среднем уровне одежда дорогих дизайнер так это разве не фирма лафайет потому что была фирма одежда фирмы лафайет есть а значит два варианта то что ты смотрел если это был очень дорогой может быть лафайет я не знаю но может быть лафайет вот как сакс фиф савеню они делают свой бренд сейчас может быть они сделать свой бренд но еще есть бренд лафайет он как бы к этой галереи лафайет не относится на самом деле американский бренд по моему называется лафайет 425 что-то в этом роде лафайет какие циферки там конце вот они просто использовали это название наверное что привлечь маркет да но они как бы галереи лафайет не имеют отношения то есть я не знаю точно короче покажем если что вы ну я люблю диссегуаль да это и исванский дизайнер и вот галереи лафайет это просто ну как такой супермаркет одежный да и он есть во всех городах ему я не было то есть я была в париже раньше я была галереи лафайет парижа совершенно шикарно старинное здание галереи лафайет вот это наверное первое здание который когда вот этот бренд начался то есть там стоит просто сходить если ты в париже то это как бы достопримечательность туда просто стоит сходить в этот магазин и подняться наверх там наверху такой кафе и столики и можно сидеть и там шикарный вид парижа туда и со слева видео нет я в париже не была в этот раз в этот раз мы поехали мы поехали к маме марка они живут на севере франции то есть ближе к брюсселе то есть мы летели в брюссель мы остановились у мамы ну это как бы потом расскажу более подробно вот то есть галереи лафайет я ходила но не в париже наши галереи лафайет есть во всех крупных французских городах как вот в америке как у нас с акс со мной есть во всех крупных городах Точно та же галерея Лафаэта, там есть и в Марселе, и в Лиле, и то есть я была, куда я, в Марселе, что ли мы зашли, да, я была в Марселе в этот раз, мы с Марком поехали в Марсель, и я зашла в галерея Лафаэта, там я просто погуляла, муж страдальчески ждал меня в каком-то кафе поблизости. Ему это было неинтересно. Шопинг, да, а я там думаю, может, там подарки какие-то, что после этого мы собирались в Москву, я думаю, может, я сестричу куплю, я там ей купила духи, вот, и так же, ну, там гулял-гулял, и, конечно же, всегда чего-нибудь себе прикупишь. Ну, показывай. Но, должна сказать, что ассортимент был не очень интересный. Показывай, я болтушка. Ну, сейчас покажу, но оно не гладное, я разобрала чемодан, но я даже ничего еще беру оттуда, и я еще даже ничего не гладил. Ммм, а что это у тебя торт холодный, а у меня теплый был? Не знаю. Как так получилось? Одного куска у него холодный, а у меня теплый? Не знаю. Ждем Лену. Идет. Не прошло и полгода. Ну, вот, и ты видишь, это Сигуарит, вот, мне нравится, ты испанский дизайнер, да? Он такой молодежный, он такой парки. Подойди поближе. Так, сейчас, подожди, я застегну хотя бы немножечко. Вот, и такая вот рубашечка. С джинсиками красиво, да? Да, она под джинсики. Она и покупалась под джинсики, в общем-то. Надо же, это есть как будто ручка. Это такая мелкая-мелкая полосочка. Это никто по тебе написал? Нет, нет. Вот прям ручкой как будто написано. Дай-ка я поближе покажу все. Посмотрите, вот просто кто-то написал самой обычной ручкой. Я, конечно, шучу, что ручка. Что тут написано? Я даже не читала, что тут написано. Может быть, там что-то fuck you написано, а я не читала. Вот, don't, don't, stop me, baby. А, не останавливай меня. Color me. Надо же, ну, смотри, как будто обычной чернильной ручкой. Да. Можно еще приписать бабушки, тут видишь. И блюзги, и бабочки, и пуговички, и вышивка, и все, все, что хочешь. Ну, вот это меня поразило, конечно. Надо вообще почитать, что написано-то. Так. Fuck you, fuck you, fuck you. А, нет. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, Sunday. То есть это неделька. Ну, в общем, неделька, да. Ну, в общем, короче говоря, довольно невинная. Дисегуаль бренд. Знаете? А еще что? Все. Извиняюсь, что показываю мяты, потому что все это из чемоданов. Все это из чемоданов. Ты же не надела на себя, не пошла гулять. Ты пошла покрасить. И такие очень мягкие брючки, джинсики. Но с этой рубашкой их не надеть, потому что они уже слишком много. Нет, нет, это как один, да. Ну, это просто вышивка, как я люблю, да, вот это вот этническое такое. Дела такие. Какая фирмочка? Это все здесь углая тоже. А, все, да? Да. Вот. Здесь углая тоже. Господи, я даже название такого не знала. Да. Как ты? Не знала. Говорила раньше, что ты вот не слушаешь. Ну, извини меня. Я знаю, что ты говорила, но я до тебя не знала. Они просто очень удобные. Надеты вот на наш флоридский как бы климат. Они очень хороши. Ну, давай. Так. И все. Это все, что Лена купила. Знаешь, почему ты у меня... А какие-то сувенирчики, какие-то магнитики. Нет ничего. Лена. А? Сколько мы ставим? Может быть, на мою перейдем теперь? Ну. У нас еще с Леной по планам еще сделать видео на ее камеру. У нас будет интервью. Интервью про путешествия. Я даже не знаю, как правильный вопрос. Что задавать про ваше путешествие? Нет. Я просто буду рассказывать, а ты наводящая вопросы. А, хорошо. Хорошо. Обязательно. Потому что я сделаю очень много видео, они у меня все в куче. Угу. И мне надо как-то это отсортировать у себя в голове. Угу. И поэтому я их не выпускаю. Потому что я как-бы за месяц уже, во-первых, отвыкла видео выпускать. И у меня как-бы нет этого. Угу. Даже для меня, наверное, как-то, чтобы драйв какой-то был. Вот видео выпускать. Вот у меня какой-то внутренней потребности. Я вот жду, жду этой потребности. Что-то у меня потребность пропала. Ну, как? Люди спрашивают, где Лена? Почему пропала Лена? Когда ты нам покажешь Лену? Скучай по тебе, как? Потребность. Вот тебе потребность. Люди тебя ждут. Ну, да. И причем у меня много отснятых материалов. У Лены, я уверена, очень интересный материал насчет ее путешествия. Ну, да. Очень интересная. И с приключениями. И с приключениями. Ты очень довольна, да? Ну, путешествиями. Ну, с чем-то довольна, чем-то не очень. Что-то... Ну, а чем, например, нет? Ну, хотя бы одну штучку скажи. Чем недовольны? Ну, хоть, чтобы я не завидовала тебе, но... А, чтобы не завидовала? Нет, ну, во-первых, недовольны. Мы запланировали очень много перелетов в этот момент. Да, я слышала. И сколько раз со мной это происходило, когда мы планируем очень много, как бы, передвижений во время путешествия. И мы уже, как бы, зарекались это не делать. И в этот раз опять мы сделали то, что мы не должны делать. То есть мы очень много делали перемещений в пространстве, как бы, из одного города в другой. На самом деле это очень тяжело. Из одного самолета на другой. А сейчас летать вообще сложно, и поэтому... Это давление постоянно же скачет. Да, ну, это стресс каждый раз. Вот на самолет, перелет, это стресс. Чемоданы все. Чемоданы распакованы. Еще хорошо не потеряли. Ты знаешь, бывает, чемоданы не летят, так еще и чемоданы потом. Бывает. Да? Да, бывает. Было? Было. Ну, ладно, это в моем видео смотрите. Ну, все, видите, как угадала я. Ну, все, Леночка, что-то закругляемся на моем канале. Спасибо тебе большое за тортик. Очень было вкусно. Просто обалденно, да? Ну, я рада. Пока ты там его с Марком болгала. Вот ты знаешь, где покупать-то. Ну, ешь. Он вообще маленький такой тортик. Размер маленький. Ну, все, пока. Да? Продолжение рассказано на моем канале. Короче говоря, у Леночки на канале будете смотреть продолжение. Ее канал под видео, прям под видео, в инфобоксе и в комментариях я тоже закреплю ее канал. Календарь. Приденшал, стихайся сказать. Нет. Поэтому, пожалуйста, вот кто скучал по Лене, кто не знает Лену, пожалуйста, приходите к ней. Она очень хлыбосольная хозяйка. Да. Но, как говорится, ведите себя хорошо. Будьте, как говорят, чувствуй себя как дома. Ведите себя хорошо, а то не будем видео больше делать. Все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok